Виталий Браташевич Виталий Браташевич Виталий Браташевич Виталий Браташевич Виталий Браташевич Виталий Браташевич Волковы и Леонид Бысик о событиях тех лет напомнили песнями. Виталий Браташевич 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 гектаров СМ кукурузы, тоже органической. Мы только занимаемся органической продукцией, поэтому по-другому можно ее не повторяться, только органическая продукция. И вся продукция будет поставлена на экспорт. Если будет востребована здесь, то, соответственно, здесь. Я вот сказал в своем выступлении, что произведя рапс в прошлом году, мы не смогли его реализовать здесь как органический, он никому не нужен просто. В будущем о специфике органического производства заинтересованным полезским фермерам расскажут специалисты. Предприниматели получат советы о том, как обрабатывать почву, чем удобрять растения и как за ними ухаживать. Сейчас на Полесье планируют заниматься органическим производством голубики, жимолости, клубники и малины, ягод которой для здешних условий подходят больше всего. В региональном консультационно-образовательном центре помогут и с подготовкой документов для сертификации органической продукции. Фермеры получат возможность перенять опыт на серии мастер-классов у специалистов из Белоруссии и Украины. Участие в проекте позволит предпринимателям умело спланировать плантации ягод, получить качественные саженцы белорусского и украинского производства. О пожарной обстановке в городе и районе вы узнаете из нашей постоянной рубрики «Служба 101». 28 февраля поздно вечером в Пинске ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в гараже по улице Ленинградской. Спасатели прибыли к месту вызова и установили, что кровля гаража полностью охвачена огнем, была угроза соседнему строению, хозяева находились на улице. В результате пожара огнем уничтожена кровля гаража и автомобиль «Фольксваген Т4», принадлежность которого устанавливается. Пострадавших нет. 4 марта утром в Пинске ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в доме по улице Фабричной. По прибытии к месту вызова спецотделения было установлено, что пожар потушен хозяином дома до прибытия подразделений МЧС. В результате пожара закопчены стены и потолок. Имущество в ванной поврежден бойлер. Пострадавших нет. А на сегодня у нас все. После короткой рекламы вас ожидает прогноз погоды на ближайший день. Мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова